Здравствуйте! В эфире программа «Смотреть, кто пришел». Какую роль в ее жизни сыграла пачка хлопьев? И что такое счастье в ее понимании? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостей, лидером группы «Семь отличий» Натальей Запорожченко. Наташа, здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу вам предложить поиграть в детскую игру. Давайте. Когда-то в моем детстве была такая игра, когда двое человек становились друг напротив друга и играли таким образом. Я знаю пять названий фруктов, а я предлагаю вам сказать, что же такое «Семь отличий». «Семь отличий» — это такое интересное название, которое мы прочитали на коробке с хлопьями. На самом деле так и есть. С барабанщиком сидели на кухне, думали, какое же название, какое же название. Такие, так не пойдет, так смешно, так смешно. Я взгляд упал у барабанщика на коробку с хлопьем. Он говорит, «Семь отличий» такой. «Найди, семь отличий». О, отлично! Говорю, так и назовемся. «Найди семь отличий». Так, но вы же для себя все равно должны были решить этот философский вопрос «Семь отличий». Мы думали связать это с жанрами, то есть со стилями, может быть. Может быть, даже вот какую-то афишу, например, делать будем. «А найди семь отличий», как бы, где они будут выступать сегодня. То есть вот в таком плане. То есть изначально же мы были как кавер-группа, вот. И не задумывалось ничего такого грандиозного там, что-то такое, что свое будем сочинять. И думали, ну, что проще будет, как проще называться. И поскольку играли разные песни, разные жанры, разные стили музыки были у нас там. И рок, и попса была, и джаз, и блюз, всякое разное мы играли. Вот. И поэтому подумали, что, наверное, это название будет подходить к нам вполне себе. И вот его оставили. Ну, в принципе, оно у нас так быстро прижилось и понравилось так. Хорошо, вы начали с кавер-версии. Каких-то известных песен. Ну, вот свое это творчество, как оно постучалось в вашу дверь? Вообще, на самом деле, я сочиняла песни, пыталась сочинять песни еще в школе. Но у меня со стихами плохо, на самом деле. Я стихи, как бы, сочинять не умею, на самом деле. Ну, честно. Вот. То есть они у меня простые-простые. Прям вот. Что вижу, то пою? Ну, примерно, да. Да, примерно, да. Что-то такого плана. Но как-то оно так рождаться стало, когда мы стали вот уже с группой выступать, играть. И захотелось чего-то своего. С мужем в свое время мы когда-то гуляли, катались на велосипедах. И решили, мы, значит, участвовали в различных бардовских фестивалях, тогда ездили, гуляли там. И решили, а давай сочинем свою песню. Ну, давай. И сидим на травке и песенку сочиняем. Сочинили песенку про травку. Вот. Ну, так она у нас что-то... Мы ее попели-попели где-то там пару раз на каких-то фестивалях. Сыграли под одну гитару и забыли про нее. Вот. Там еще одна песня была. Но мы музыку не смогли вспомнить, поэтому так ее отложили. Да, она грустная, как бы она не подходит под наш образ. Вот. И, собственно говоря, вот первая песня была вот такая, более-менее, которую мы сейчас исполняем. Она вот сочинена была в 2000, получается, ой, 10-11 год. Вот. И потом уже со временем, когда мы выступали, есть у нас такой замечательный байк-клуб Iron Skull. Там я познакомилась с ребятами Acoustic Stream. И вот что-то под впечатлением в виде моих выступлений, под впечатлением вообще, в принципе, атмосфера этого клуба. Пришла домой ночью, часа три ночи было, помню. И думаю, родились строчки. Пой, играй, не останавливайся. Что-то... Сначала родились первые строчки, беспечно, решительно, тра-та-та. И, в общем, раз-раз и сочинилась песня моментально. Буквально там пять минут песня была готова. Такая думаю, ну ладно, покажу своим ребятам. Пришла на репетицию, говорю, ребят, я тут вот посочиняла немножко. Говорю, что скажете? Потому что мне свое творчество всегда не нравилось. Думаю, ну, что-то как-то... Стесняюсь я. Вот. Я показала ребятам. О, говорит, классная песня. Говорит, давай ее делать. Такая, ну давайте. И мы вот так вот и начали. То есть постепенно вот этот свой репертуар группы «Сим. Отличия» он нарабатывался. Скажите, пожалуйста, ну вот участие и победа в фестивале «Рок Череповец» в прошлом году, что дало вам возможность выйти и на ледовую площадку. Вообще вот такие фестивали для музыкантов, вот они какую роль играют? Конечно, они важны. Вообще, в принципе, нужно участвовать во всех таких мероприятиях. Вообще во всех фестивалях, если есть такая возможность, нужно участвовать. Нужно показывать свое творчество, нужно делиться. Если есть какой-то благотворительный концерт, нужно участвовать. Ну, в моем понимании, да, то есть если вот грин-рок тот же самый, да, то есть нужно везде. А что это дает вам, музыкантов? Для души, для себя, для души в первую очередь. Это что-то такое, что позволяет жить с таким чувством, не знаю, счастья, что ли. Вот, то есть, ну, мне нравится петь, я люблю петь, я люблю дарить свое творчество людям, да, мне нравится это. И если людям это тоже нравится, это прекрасно и замечательно. Конечно, кому-то, может быть, не нравятся там наши песни. Есть такие, наверное, люди, конечно, но... Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Да, на вкус и цвет, да, на вкус и цвет товарищей нет. А вы считаете себя счастливым человеком? Сейчас я думаю, что да. А что дает, вот кроме песни вам еще дает ощущение счастья? Дочка, семья, друзья. Сейчас просто вот даже работа та же самая. То есть, в свое время я там работала в детской городской больнице, я работала с системным администратором. Вот, тяжелая работа на самом деле. А когда ушла в свободное плавание, то есть я сейчас разрабатываю сайты, и есть свободное время, я могу позволить себе днем, например, заниматься тем же творчеством, если захочу, либо могу куда-то сходить с ребенком, позволить взять дочку из садика, и вместо того, чтобы она там в садике там сидела с детишками, мы можем с ней куда-нибудь сходить, выбраться, в тот же парк погулять. Вот, и получается, что по сути-то все мечты, все какие-то вот желания, которые у меня были, да, когда-то, они постепенно осуществляются, и это продает счастье, радость. Хочу спросить, вот начали уже говорить про этот фестиваль «Время колокольчиков». Вот ощущение выхода на такую большую аудиторию и выступления на таком грандиозном фестивале, который уже давно перерос за рамки городского, то есть он уже, не знаю, можно его даже российским назвать, потому что приезжают очень известные музыканты. Для вас что это было? Насколько было волнение, как выбирали те композиции, которые будут исполняться? Ну, страшно было на самом деле. А драйв? Драйв, да, это уже когда выходишь на сцену, и перед тобой тысячи глаз просто, ты не знаешь. Я к этому готовилась очень как бы основательно, то есть я даже ходила, занималась с людьми, там помогали мне, там, как себя вести на сцене, да, то есть как танцевать, там, да, движения какие-то, вот я как бы двигаться-то, все, все сама, как вот начала выступать, так вот, и сама смотрю на свои ошибки, я их исправляю. И вот там мы готовились так основательно, то есть сценическую речь, то есть я ходила к специалисту, он мне подсказывал там, да, какие-то там скороговорки, которые нужно, да, каждый день говорить, чтобы четче была речь. Вот, и движение, да, на каждую песню, там, я продумывала каждый шаг, что я там буду делать, буду я здесь там ногу ставить так, руку делать так. Вот, и на самом деле, когда выходишь уже на сцену, первую песню было петь страшно, а вторая уже песня, как-то так я уже освоилась и уже поспособленнее. Зал помогает? Да, да, поддержка была, вот, когда там у меня друг из толп покричал, Наташка, молодец, это было так приятно, на самом деле, и уже как-то спокойнее стало, что свои там, там где-то рядышком свои, и туда вот можно посмотреть, откуда голос был, и там найдешь поддержку. Как формировалась команда «Сем отличий»? Вы, как лидеры этой группы, вы отбирали музыкантов, или вот как-то вот она сначала сплотилась, сложилась, и так вот вы и работаете уже много лет вместе? Мы, у нас было несколько составов, на самом деле, то есть сначала был один состав, потом постепенно люди уходили, приводили, говорят, мы вот не можем играть, сейчас у нас там работа, учеба, там у нас были ребята молодые совсем, то есть они, вот я играю в этой группе, вот позови вот этого барабанщика, например, Витю нашего сейчас, который играет, я говорю, ну давай, позвонила, Витя, будешь с нами играть? Он говорит, конечно, буду, я, говорит, давно заметил тебя, говорит, я хотел поиграть в камеры, хотел вот, ну мы тогда в камеры играли, пришел к нам, вот, так и остался. Потом, значит, у нас бас тоже уже несколько раз у нас менялся, басист, но сейчас у нас вроде как приходит новый человек, и вроде как даже играть хочет, и ему интересно это, и самое главное, что приходят в команду люди, которые хотят заниматься творчеством, которые хотят развивать, сочинять, аранжировать песни, потому что аранжировки мы придумываем все вместе, то есть вот песню я сочинила, да, а вот как она будет уже звучать, это мы уже всей группой придумываем, потому что, ну, по мне это как бы, ну, интереснее, я могу отдать аранжировку, песню на аранжировку, да, там есть люди-специалисты, но это будет уже не наша. У нас сейчас песня есть такая «Быть солнцем», нас аранжировал ее Влад, вот наш новый гитарист, вот, и песня получилась просто, я не ожидала, что из простой, да, такой песни, мы там слова немножко поменяли, вот, и куплет, там у меня был припев один, а он сделал, говорит, давай, вот тут вот так вот сделан, тут наверх уйди, вот будет лучше, я говорю, давай, попробовали, и вообще, мне вот лично нравится эта песня. То есть любая композиция, это коллективная такая работа? Да, 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 коллективная обязательно. А вот мне очень интересно, что запрещено в группе «Сим отличия», чего нельзя делать? У нас такого, наверное, и нету. Ну, единственное, что я ругаюсь, когда музыканты выпивают, мне это не нравится. Как ваша семья реагирует на то, что вот мама был музыкант? Все прекрасно, у него муж со мной в группе стал играть. То есть вы и мужа сюда подтянули? Да, да. А ребенка куда? Ну, ребенок у нас на репетициях, с нами ходит на репетиции, сидит, слушает песни, танцует, все хорошо. Она высказывает свое мнение о том, что вы делаете, о том, что вы исполняете? Ну, она маленькая пока, 4 года ей, ну, скоро вот 5 будет. Самое главное, что ей песни нравятся, она подпрыгивает, танцует и подпевает, поэтому... Для вас это некий стимул работать дальше? Конечно, если ей нравится дальше, может быть, ей потом будет интересно продолжать тоже что-то сочинять свое. Она сейчас уже стихи сочиняет сама. То есть мама заразила свою дочку своим творчеством, и мужа вовлекла, и дочку. Более того, даже бабушка у нас сейчас... У нас на самом деле семья интересная, потому что у меня мама в свое время с папой играли в группе. Мама на басу, папа на фортепиано. Вот, причем у папы идеальный слух, вот, был. И они вот там познакомились и поженились впоследствии, да, я появилась. То есть музыкальная такая семья? Да, да, то есть у нас получилось так, что в крови, видимо, не знаю. С молоком матери практически Наталья впитала любовь к музыке. А вот школа музыкальная была? Да, заканчивала музыкальную школу. Помню до сих пор своих вот главных преподавателей Губанова Татьяна Александровна, Соловьева Татьяна Александровна. Вот по сольфеджио Татьяны Александровны, которые она вот прививала, то есть вот это вот нотки, да, определять, там, какие-то мелодии сочинять, там, нам давать, задавали на дом. Вот, гаммы эти все вот мы там учили. Вот, а Соловьева Татьяна Александровна, ну, сейчас у нее другая фамилия, конечно, она меня научила на гитаре играть. Не было желания бросить? Нет. Вот всегда спрашиваю, потому что я представляю себе, что такое сидеть и учить сольфеджио. Ладно там на гитаре, это вообще, это круто, девчонка, на гитаре, там, можно выйти во дворе, там, пару песен спеть, так легко. А это вот все учить? Учила, мне нравилось, я закончила. Мне предлагали пойти в училище искусств, вот, но родители решили, что иди-ка ты на программиста, искусством много не заработаешь. Сыт не будешь? Да, да. И что вы выполнили родительскую волю? А я пошла, да, вы программисты, я не жалею на самом деле, потому что специальность такая, которая позволяет мне найти работу в любое время. Наталья, спасибо огромное. Удачи в вашей группе, действительно, чтобы вот семь отличий звучало, наверное, не только в Череповце, в Вологде, в каких-то близлежащих городах Вологодской области. Я желаю вам и всероссийского такого звучания. Ну, а сейчас хочу передать слово вам и вашей гитаре. Спасибо. И вам тоже удачи, и всего самого ныжицу. Сейчас пою песню про счастье, наверное. Да не можешь понять, что вокруг все просто Ты посмотри Когда увидишь, что солнце и звезды Они внутри И пустота в твоей душе Когда-нибудь заполнится Ты только жди И новый вечер открой Все дороги нам На пути И счастье есть И счастье есть И счастье есть Счастье есть Счастье есть Ну, а на сегодня у меня все Увидимся ровно через неделю Не пропустите, вас ждет встреча с очень интересным человеком Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok